Краевед Скажу откровенно, реальная творческая деятельность, научная, организационная, инскопедическая, она друзей не прибавляет. Люди могут посочувствовать какой-то неудаче. Когда ты сквозь неудачу что-то делаешь, это лишает других людей оправдания, что они это не сделали. Поэтому особой такой приязни не возникает. Поэтому какая-то часть всех видов общественности, конечно, приветствует, но при этом большая часть людей не особенно приветствует. То есть вот собравшиеся здесь люди, мы видим, что широкие круги это и библиотека, и архив, и музей, и институт и так далее. У меня просто вся жизнь с этим связана. И с кроведением, и с культурологией, и с социологией, и с литературой, и критикой литературной, и организаторской деятельностью. Но тем не менее, вот такая действительно, как сказать, ну, жгучая, дерзкая, активная, многосторонняя, издательская, научная, организаторская такая деятельность, она не приводит к тому, что ты вот сидишь 50 лет, день в президиуме, щуки надуваешь, как это вот все это вот сделано. Я очень горжусь, вот когда вас вот этой вот доской, стендом, витриной, когда я увидел, я впервые оказался в таком, ну, вообще сверх суперконтексте. Вот вы посмотрите там, это Бирюков, основоположник всего, и вся Ураловеденья, и его брат Аркадий. Вот, и Власов, якобы, наш первый писатель, фактически написал на берегах Иссети. Ну, и тут можно всех пересеклять, да, вот, что я среди вот такого Сонма выдающихся людей оказался, и за всю историю Шатринска их всего 24 человека. Включая, большая часть из них, прошу прощения, умерла уже, как бы классики, которые создавали это все. И то, что я еще, будучи живым, попал в этот конгломератор, как это так вот сказать, это для меня очень большая честь. Если я сюда радостно смотрю, вот я в самую играху как раз нахожусь, я через одного человека от самого Владимира Павловича Бирюкова, да. Но при этом, к чему я сказал, что самый молодой я, у меня никаких учествований никогда не было, я лицо неофициальное, никаких постов не занимал. Поэтому всегда только из зала смотрел, как кому-то вручаются букеты и подарки, поэтому так вести себя еще так правильно, так сказать, что я много отдал, там. Я пока так еще не могу, и вот, значит, у меня большая благодарность архиву, который и собрал вас всех, и меня в том числе. И то, что они, ну так скажем, бережно относятся ко мне в целом за последние 5-7-10 лет, значит, там не навязчиво как-то, что буквально так вот, но я чувствую опору. Поиск надежной опоры в стенах архива начался у молодого исследователя еще в конце прошлого века, когда зарождалось движение за культурное возрождение города Шадринска, когда первые шаги делало городское общество краеведов, одним из инициаторов которых и активным их участником уже тогда был герой нашего сюжета. Так вот и мы познакомились с Сергеем Борисовичем. Поразило то, что человек такой разносторонних интересов. Его интересовало все. Вот. И мне это показалось, что да, действительно человек. И потом, знаете, может быть, вот эти вот интересы вот такие разносторонние. То есть человек смотрит вперед. Он не ограничивается настоящим, он думает о будущем. Поэтому вот эта вот черта в Сергея Борисовича, конечно, она, в общем-то, очень даже, на мой взгляд, положительная. Ну, а с другой стороны, еще хочу отметить то, что вот мы не просто с Сергеем Борисовичем дружим, как с нашим фондообразователем. Мы храним его документы и пропагандируем его документы, в общем-то, чтобы использовались документы, потому что документы очень интересные в его фонде. Но и он большую роль играет в той же публикаторской деятельности нашего архива. Я очень рада, что Сергей Борисович к нам приходит, такие нам предложения дельные, хорошие дает. И вот поэтому сегодня мы с вами собрались таким тесным, и я прямо говорю, что вот таким тесным, дружеским кругом. И очень рады видеть сегодня, ну, конечно, с подвижников Сергея Борисовича, с подвижников, и Виктории Николаевну, и Анриету Всевну, и Анну Никандровну, Галину Аркадьевну рады видеть, потому что как-то исчезла, исчезла. Маргариту Ивановну очень рады видеть, в тот раз тоже не могли с ней связаться. И вот сегодня вот этот вот юбилей, этот праздник связал вас всех, вы пришли к нам, мы очень рады. Теплый прием юбиляра в своих стенах сотрудники архива устроили в знак благодарности за его понимание важности исследовательской работы и ценное профессиональное сотрудничество, которое длится вот уже не один десяток лет. Будучи еще совсем молодым преподавателем ШГПИ, Сергей Борисович начал целенаправленно собирать материал по фольклору, этнографии, быта, культурной антропологии, краеведению. Молодой ученый кропотливо и настойчиво собирал рукописные работы студентов, альбомы, личные дневники, посвященные описанию повседневности, жилища, одежды, объектов культуры, торговли и других сторон современной жизни, уже тогда понимая, как никто другой, что в будущем все это станет бесценным доказательством прошлого. В середине 90-х годов Сергей Борисович начинает сдавать эти документы на хранение в наш государственный архив. Это было начало его личного фонда. В 2000 году у него накопилось уже большой объем документов и в 2002 году мы начали описывать документы Борисова. Мы уже говорили, что Сергей Борисович – это человек и личность многоплановая, поэтому документы были поделены по видам деятельности фонда образователя и были созданы четыре описи. В первую, самую обширную, вошла группа документов, характеризующих научную деятельность фонда образователя. Вторая опись содержит документы краеведческого характера. Третья включает в себя литературное творчество и четвертая – биографические документы. Всего на сегодня личный фонд Сергея Борисова включает в себя более тысячи единиц хранения, датируемых годами с 1951 по 2012. Однако о ценности этих единиц, их значимости было понятно в самом начале формирования фонда, еще в 2005 году, когда его, казалось бы, банальное открытие стало достоянием общественности. Ведь не случайно отдельные составляющие личного фонда в свое время интересовали людей, весьма известных в нашей стране, таких как историк, писатель, телеведущий Александр Гордон. Отныне автореферат докторской диссертации Сергея Борисова «Собкультура девичества», научные статьи, доклады, лекции, подготовительные материалы к словарям, сборникам, книгам – это все достояние любого, кто захочет ускорить свою исследовательскую деятельность в различных областях и поднять ее на более высокий уровень. Сотрудники архива сделали все необходимое, чтобы документы стали удобны и доступны в использовании, о чем с удовлетворением доложили юбиляру. В архиве видно, что фактически, что каждая статья – это маленькая книга, это маленькое открытие, маленький поэт, что там на полях какой-то, вдруг встречается фамилия, которая была ранее неизвестной, наоборот был известный человек, а вот он, оказывается, уехал туда-то, и все это вот в вырезках, в наклейках, в склейках, в правке, все отдается в архив. И то, что он есть, это вот и есть такой важный тыл для исследователя. Как настоящий ученый Борисов не пожалел рецензий и отзывы известных ученых и писателей на его научные и литературные труды и отдал их в архив для подтверждения значимости тех или иных материалов. К примеру, письмо голландского историка-публициста Мариуса Брукмейера, автора книги «Сталин. Русские и их война», который благодарит за помощь в создании главы об истории советского тыла, и конкретно в Шадринске. Это письмо расскажет о многом тому исследователю, у которого оно окажется в руках. То, что я сейчас могу создавать документы, это очень большое счастье. Когда человек что-то сделал и может не хранить это на полках, что уже сделан труд, он пригодится через 7 лет, а может никогда не пригодится. Ты понимаешь, что это ценность, что это какое-то культурное событие. В том числе с данной работы мне написаны черновики, планы, разработки, промежуточный этап работы над книгой. Во-первых, я отдаю туда то, что уже осуществилось, я, скажем, приношу книгу, 1800 страниц, и к ней подготовительные материалы. То есть это некое, ну, перед вечностью отчитываясь, что это сейчас хранится вот, вот что уже вышло. А с другой стороны, очень много здесь ценных материалов, которые требуют будущих поколений. И просто до таких уже мелких вещей пока у меня не доходят руки. Это работы студентов, написанные по моей инициативе. Это и описание и города, и кинотеатра, и там бывшего аэроденса, который уже исчез, но он в работах студентов еще присутствует, и можно его найти. Солидный юбилей известного земляка в кругу историков, краеведов, даже и людям, неплохо знающим его, похоже, раскрывает не совсем известные стороны героя нашего сюжета. Стихи, рассказы, повести, проекты гимнов России и Шадринска – это ли не дополнительные доказательства разносторонности интересов, таланта и гражданской ответственности педагога, организатора, ученого, краеведа, которые зарождались и развивались еще со школьной скамьи. Был, был смотрю художественного самодеятельности школьной, и он был аккомпаниатором, когда выступал в ваш класс. Затем он был аккомпаниатором, когда выступали учителя на смотре художественного самодеятельности. И затем еще Сережа всегда защищал честь школы, когда были соревнования по шахматам. Играешь сейчас в шахматы, нет? Нет, вот так. Они у меня остались, я их чувствую, я их знаю. Так что, видите, так что человек, он, как сказали, разносторонний, и то, и то, и то. Ну, школа либо это поддерживала. И это в музее домотворчества отражено, и фотография на сцене уже есть, и даже протоколы есть. И где Николай Федорович Усольцев, наш великий шахматист, я считаю, добреньший человек, это тоже истоки. А потом Сергей Брисович не только шахматами увлекался, а и фотографией. И на стенде зонотворчества он именно с фотоаппаратом зоркий стоит там, и кого-то собирается сфотографировать. Так вот, Сережа, вот неоткуда творческие истоки. Я как будто была при тем, что Сергей Брисович, поэт, прозаик, может быть, была при тем. Ну, для вас-то это не секрет, и книги были изданы в свое время, и они поступили в ваши библиотеки, в том числе, естественно, в нашу библиотеку, библиотеку, педеринститута. Творчество-то его оценено, и оценено уже не только в институтском, шадринском масштабе, а региональном, российском. В 2012 году вышла энциклопедия уральской поэзии, я, к сожалению, антология уральской поэзии, куда пошли стихи. А вот буквально недели две назад в Шадринск пришло еще одно издание, уже энциклопедия. Энциклопедия, освещающая деятельность поэтов уральской зоны, это Челябинская, Свердловская область, Пермский край и Курганская область в числе нашего сегодняшнего юбилляра Сергея Борисова. Вот эта энциклопедия, довольно внушительная, она освещает творчество уже более где-то 150-160 поэтов, именно наших уральских, и посвященная, конечно, Сергею Борисовичу материал, тоже включен в эту энциклопедию. Вот я покажу ей издание, но энциклопедия очень иллюстрирована фотографиями, это, конечно, очень обогащает вот такие издания. Если бы представьте, если бы шадринские издания все были иллюстрированы, это же такой кладезь был, потому что фотографии, я сама, это же такое искусство, она несет в себе уже большую информацию. Конечно, вот такой материал Сергея Борисовича здесь включен. Только творческих успехов нашему Сергею Борисовичу можно пожелать в этот день. И, конечно, привлечение всех сил городских, кто, конечно, неравнодушен к нашему городу, к сохранению его истории. Подарки-то еще можно уже дарить? Ну, такой небольшой подарок, как пишущему человеку ежедневную ручку. Сергей Борисович, это для автографов. Как лучших успехов и самое главное, я вот еще все равно скажу, продолжатели вашего дела. Все падки на искушение, я думаю, про молодых. Поработать, получил реферат, тебе вручили премию лучшему краеведу города, или там какие-то краеведческие перекрестки, или там лучшему знатоку края. Текст грамоты уходит домой, потом, когда они поступают, приезжают в другой город, он там всегда забывает. Сколько этих было звездочек, надежд, о которых писали, там лучший краевед года, там итоги конкурса, все куда-то исчезает. К сожалению, некому даже желать, никто не дошел до начальной даже стадии работы. Ну, не сестры, я к этому в 30 лет пришел, 29-30, может, и остальные дозреют и, может быть, придут. Вот, поэтому, всем, кто хочет что-то делать, ну, значит, надо только на крепость духа, на ощущение своей неотвратимости, что только если не ты, то кто. Ну, советской закалки людям не хватает сейчас уже, к сожалению. Как вот ни странно, ученики часто, даже старшие меня по возрасту, только появляются не моложе меня, потому что молодому выдержать это. В нашу эпоху надо зарабатывать, а просто иди и бескорыстно сиди в архиве. От Краеведческого музея, от себя лично Сергей Борисович, поздравляю вас с такой круглой, как в народе ее называют, золотой датой. Ага. Да, золотая. Поэтому всего вам самого золотого в вашей жизни, золотого здоровья, золотых успехов, золотых, все-таки, я надеюсь, учеников, которые продолжат ваше дело, которые все-таки загорятся той же вот искоркой, которой горите вы. И, конечно, крепкого здоровья вам, чтобы все ваши планы и весь накопленный опыт вы смогли передать и еще долго-долго радовали наш город, все наши архивы и фонды своими материалами, ну и творческих успехов. У меня в работе, видимо, находится одновременно, ну, примерно 5 или 6 актуальных проектов. Вот два из них реализовались, это «Русское детство», уже фактически третье издание, и «Шадринсконскопедия», это второе издание. То есть это те, которые уже получили апробацию и вышли в свет, и уже существуют помимо меня, их поддерживать не надо. А есть издания примерно такого же гигантского объема, которые пока я еще не выпускаю в свет. То есть, скажем, есть одно издание около тысячи страниц, то я считаю, что это будет сыро. Вот. Другое издание там, скажем, 700 страниц, вообще сыро еще. Причем это мелкого текста, сконскопедического формата, это не просто книга. Ну, я хочу. Не скажу. Ну, а вот видите, какая связь между «Шадринсконскопедией» и «Русским детством»? Ну, казалось бы, никакой, но какая-то глубинная есть. Так же здесь пока я сказать не могу. Вот. Если вот выпишу, вы скоро узнаете. Я думаю, что, может быть, ну, может быть, к середине будущего года, чтобы как-то все-таки, так вот, к концу учебного года, может быть, если так получится, хотя бы одно сделаю. Ну, а параллельно какие-то маленькие издания небольшие нужны. Вот так же вот книжка Макеева вышла, ну, вот, пробежуточно. Работа над энциклопедией, и вдруг выплыла из толщи фигура Макеева, которую я никогда лично не знал. И вдруг стало ясно, что многие вещи, приписываемые другим, или звучащие, как само собой разумеющиеся, не просто возлили, а были добыты им. Он просто ездил в Москву, в Министерство культуры, вырывал для нас эти скульптуры шатра, ходил на заводы, лично просил мастеров. И картины привозил, гигантские запасы, которые входят сюда в запасниках музея. И когда все-то я открыл, думаю, это надо свести и подарить, и Макееву фактически вторую жизнь, и людям подарить знания о выдающемся нашем земляке, о котором, даже о столетии, о котором никто не упомянул. Его просто не было. Он исчез. А вот сейчас, может, он появится. Видите, Маргарит Иванович сказал, к столетию уже там музей как-то его можно приурочить. Вот, поэтому, такие-то издания, такие небольшие, ну, про них что говорить, они сами по себе появляются, сами по себе вот в жизнь входят. Вот, поэтому секрет я не выдал. Вот, пока. Борисов заложил научно-исследовательский подход вот к изучению культуры и истории нашего города, нашего края. Вот это его заслуга. Я, видимо, в университетские годы и позже овладевал знанием о новейших научных методологиях, которые были за рубежом, а частью у нас. Ученые-современники, мои ученые, ими восхищались, но оно там все ограничилось. Потом вырастали и шли работать. А я их стал впервые применять, потому что они к тому, к чему они раньше не применялись. И открытие рукописных девичьих рассказов, и всей культуры, и даже то построение Шалинского кровения, которое сейчас там и курганцев удивляет, и сверлощады, и всех остальных, это ведь не просто упорство, что сидишь и выписываешь. Это определенная новая парадигма, новый взгляд, это применение, скажем, секретных научных, ну или новейших технологий, которые знают и курганцы, и черямицы, и сверлощади, но не применяют. Просто преподают и занимаются готовыми. А я это применяю, поэтому получается на, казалось бы, очевидном материале, но новый результат. Нужно знать, что в культуре современной является вот самым передовым. И пусть с запознанием на 20 лет, но применять. Я подозреваю, что и на Западе многие вещи не применяются. Вот книга «Русское детство», вот я думаю, что даже я это изобрел словосочетание, простейшее, «Русское детство». У нас есть педагогика и психология, там просто детство, детство, детство. Во всем мире детство, детство. Никто не пишет там «Американское детство». Я впервые изобрел, что есть «Этническое детство», у него есть своя особенность. И прежде чем говорить, от детства вообще надо сначала описать национальный вид детства. Вот. И эта простая мысль, она когда воплощается, кажется, ну как это просто взял, «Русское детство собрал». Но ни одному, ни американцу, ни бразильцу, ни немцу, ни английцу, ни английцу, эта мысль в голову еще не приходила. Потому что я столько интересовался, нет таких книг, «Английское детство», там «Словарь» и что-то такое. И поэтому, если ты овладеваешь методологию и идешь с ней в поле, так сказать, собираешь вот эмпирический урожай, а потом его осваиваешь и чувствуешь, что это же ценно. Почему ему это все остальные проходят? Это же вот лежит на карцерной поверхности, а другие не видят. А что такое-то? Когда общество образовывалось, вот у меня есть единица хранения дела, там, значит, планы общества, проекты, которые предлагал Сергей Борисович. Молодой человек, ему было еще, не было еще 30 лет, у него такие прожекты были. Он, значит, предлагал организацию школьных музеев, учреждения, культурные учреждения, русской народной культуры. Ну и, конечно, в первую очередь предлагал зафиксировать вот всю историю шадринцев, историю города Шадринска, фиксировать в альманахах, в статьях, в книгах, в энциклопедиях. Неслучайно я сказала в энциклопедиях, потому что тогда, в 1993 году, он уже предлагал собирать материал, чтобы была шадринская энциклопедия. И все, вот, как видите, сполна он и члены его общества как бы воплотили это в план, особенно вот этот вот пунктик. Вот мы работаем над книгой, Виктория Николаевна пишет, это не тот был, а совсем другой. Инициалы совсем другие, а было, значит, вот, что-то входит, что-то вообще убирается там. Виктория Николаевна узнает год там смерти какого-то нашего удающегося Шадринса. Я не звоню никуда, потому что стесняюсь я, кого не знаю, но я схожу в архив, там возьму дело, узнаю фамилию, позвоню его жене, если не будет, позвоню во Владивосток, она мне скажет. И он говорит, умер в 63-м. И всего-то в энциклопедии появилась всего лишь одна цифра. Но за этим стоит, и то, что-то потом подписано, написано, это все вот потом-то будут разбирать, сказать, что вот это сделал-то Борисов, но это, а вот это, хоть в его книге-то, но это вот сделала Ивлева, а это вот сделала Плотникова, а это вот он сам разыскал, а это вот ему кто-то вот написал готовую статью, чтобы вошло в новое издание. Вот мы же после первого говорили, что пишите нам статьи, если вы считаете, кого-то не хватает, напишите нормальную свидетельскую статью. Вот написала статью Марита Ивановна про Важину, про Важину Михайловну, она там появилась, потому что нормальная научная статья, где работала, все списки публикаций, все проведено, она там появилась. А просто, а вот Иван Иванович, там Жиделева там нет, или там нет Сергея Ивановича, почему вы его не включили? Ну так вы что делаете, хоть возьмите, напишите, хоть документы дайте. И поэтому, когда что-то отдаешь в архив, я отдаюсь над тайной мыслью, что в архиве всегда больше, чем в изданной книге. Изданная книга, это всегда компромисс, между тем, что еще можно говорить, а что в общем-то говорить нельзя. Этот вот так поступил, ну про плохое писать не надо, а пусть где-то на полях там останется какое-то событие. Или какая-то даже цитата, ну нельзя фамилию писать, потому что живы там сыновья или дети еще какие-то. И поэтому, как бы ни были правдивы книги, они всегда, конечно, компромисс со временем, чтобы никого-то не обидеть, или что-то случайно лишнее не сказать. А в архиве это все ценно и хранится. Поэтому я и сдаю, бывает по нескольку слоев черновиков, потому что каждый черновик, написанный нашими краеведами, подписанная на полях правка, это история открытий. И потому что, скажем честно, что такое Шанлинская энциклопедия? Это фактически, ну скажем, три тысячи статей или даже маленьких книг. Просто уже ушло тот возраст, когда я ценил каждую отдельную статью и понял, что, значит, что такое каждая статья? Это найти, выделить объективное, убрать свою от себя, потому что я хочу рассказать вам, сразу дать информацию в конце сопроводения библиографии и сказать, что это все о нем на данный момент. То есть фактически это совокупно с трех тысяч статей эта энциклопедия. Ваши книги, все в наших библиотеках хранятся тоже, не хранятся, не пылятся, самая востребованная ваша Шанлинская энциклопедия. Ой, это вот хорошо, что вы сказали. То есть читают ее? Да, да, да. У нас в крае читают. Особенно хочется сказать о его редакторском таланте. Без денег, никакой финансовой поддержки, спонсорской помощи, какие-то он находит виртуальные деньги, и печатает не только свои книги, но и книги членов Шадринского общества краеведов. Благодаря вот его настойчивости у нас и Шадринский альманах напечатан 20 выпусков, и Шадринская энциклопедия, и книги краеведов только благодаря Сергею Борисовичу Борисову. То есть это личность, не каждый город, вот такой провинциальный, как наш, может похвастаться столькими, с такого большого количества изданной литературы о городе Шадринске и его жителях. Ну и в заключении, конечно, хочу поблагодарить, несмотря на вот эти трудности, 50 лет – это еще вообще рассвет. Желаю вам бодрости. Ладно, переходящий в закат. Нет, это еще рассвет. Желаю вам успехов в перебрасывании мостов из настоящего в будущее и в прошлое. И чтобы, желаю я вот, чтобы все-таки какая-то поддержка была в вашей деятельности. Спасибо, хорошая. Вот правильное пожелание. Материально и морально. Да, и чтобы... Это было вечно пожеланием, но все равно пушка пожелания. Нет, все равно, когда скажешь, оно все равно оплатится. И желаю, чтобы 60-летие ваше мы встречали не в таком узком кругу, а вообще в администрации города Шадринска, чтобы вас приветствовал мэр города и вся культурная общественность. Вот вам такие пожелания. Когда посмотришь, что сделало краеведческое общество в частности при моем участии за 20 лет, это там, ну действительно, 20 этих, 30, три сборника таких, 4 этих, 5 конференций, энциклопедии, значит, и все, и все. Это просто возник новый материк. Такого на культурной карте страны, ну я даже не знаю, есть или нет. Может быть, только москвоведение, но Москва это есть и миллионные государства, что с ним сравнивать. Города максимум пускают однотомные энциклопедии, где просто отписывается официальная у нас же энциклопедия живого 80-тысячного города в трех, 500 страничных томах. Я не знаю, где такое есть просто еще. Так что такое 50? Вершина или вдохновение? Трев восторженных побед или начало отступления? Так что такое 50? Цветение розы, наслаждение или убогий осень, чертополоха, поздний цвет? Так что такое 50? В туманном море и рождание, и всеомъявленность, познание, и в метеора скромный след. Я вам скажу в конце санетта, конечно, то и то, и это. Но это мнение мужчин, а мнение женщин, наш, краеведов, которые Сергей Борисович возглавляет уже много-много лет, самые приятные. Мы ждем сотрудничества и продолжения вашего триумфа и наших общих побед и общих дел. Спасибо. Календарь дарит числа красные, и день нарядный придет опять, но почему непременно с праздником или с днем рождения поздравлять новый день? И живешь ты сызного, ошибаясь, волнуясь, любя, с новым светом, с рассветом, с жизнью, каждый день поздравляю тебя. 25 лет назад Пашкевич в переписке со мной о Шадринске написал «Этими письмами, этой перепиской вы скрасили мою стариковскую жизнь». Сергей Борисович, дорогой, я сейчас эти слова направляю вам. Вы скрасили нашу жизнь, Вы даете нам стимул для чего-то, радуете тем, иногда, что наше вот это какое-то знание о старине пригождается, его востребуют люди. Это так радует, что мы пригождаемся до сих пор. И жить торопится. и чувствовать спешить. Сколько сделано к этому и сколько еще будет и сколько мы от вас ждем. Уроженец города Шадринска Сергей Борисов с отличием закончил четвертую школу. Образование получал в Уральском государственном университете имени Горького, а затем в Ленинградском государственном педагогическом институте имени Герцена. В 23 года Борисов уже ассистент кафедры в ШГПИ. В 34 года он уже член Союза писателей России. В 39 лет доктор наук профессор культурологии. С 35 лет и поныне возглавляет городское общество краеведов. Научная деятельность юбиляра отмечена знаком почетный работник высшего профессионального образования России. И надо отметить стремительный творческий научный рост произошел в родном Шадринске. Я вообще город открыл как целую структуру после первой поездки в Ленинград в аспиратуру в 89-м году. Я вернулся и понял, что наш город куда сочнее и плотнее Ленинграда по исторической плотности старых городов. Я думаю, а что и все восхищаются Петербургом. У нас каждый дом подряд еще лучше даже. У них там половина все в лесах, плюс еще современные застройки, казарминые дома такого типа Достоевского, а по-настоящему так красивых домов, зданий там не так много. Это надо в Петергоф выезжать куда-то. И поэтому, когда я приехал в 89-м, 90-м, открыл для себя это, тогда я и предложил создать Шаринское движение за культурное возрождение, чтобы мы наконец-то осознали, что мы живем в ценнейшем городе в целом. Ну а на фоне того, что я сказал, уже отдельные места не так уже важно указывать. Они могут возникать, усиливаться, потом тухнуть, затухать в силу каких-то обстоятельств. Но в целом... Ну просто вам архитектура, окрестности, может быть, шатные? Нет, окрестности, только сам, видимо, город и какие-то связанные с ним, ну может там свершения культурные места, скажем. Если знаешь, что в этом городе жил, в этом доме жил Бирюков или Первушин, я, конечно, испытываю дополнительное почтение, вот, или кто-то приезжал. Но в целом, вот я, ну, места обычные, как у всех, там, где удобно быть человеку, там мне хорошо. И наш город, в смысле, очень человека соразмерен. В нем удобно находиться, уютно. Тебя не давят эти многоэтажные, там, 25-этажные дома, где ты чувствуешь себя маленькой бошкой и только восхищаться. В нем можно жить. Ну, это, конечно, улицы там Ленина, Николаевская, Михайловская, естественно, по ним, когда вот идешь вот по сторонкам замечательно. Вот, ну, и там общие места, где все любят ходить. Вот. И наше здание, которое было признано самым красивым зданием и городом, видимо, и, ну, пусть не губернив, это пединститут, который создавался как реальное училище, но не просуществовало там нисколько. Его потом отдали под военной части. И там, ну, заходишь с него, вы думаете, что через эти двери заходил Жданов. Будущий член политбюро и муж дочери Сталина, он заходил через эти двери. Так было офицерское собрание. Он был прапорщиком. И в этом прямо здание, по этим ступенькам ты идешь. Так же, когда я был в Петербурге, зашел в библиотеку национальную и там написано, там, директор ее, там, Крылов. И выходишь, идешь по детскому, ходил Пушкин. А тут заходишь, тут вот здесь был Жданов, здесь вот здесь ходил Шадр, фигура мирового масштаба, даже не европейского. И ты думаешь, ну, ты же здесь же ходишь. Если они, находясь в этом ландшафте культурно-эстерическом, что-то сделали, то и ты можешь им насытиться, и исходя из этого порождающего градостроительного, архитектурного и другого ландшафта, то ты что-то можешь сделать. И, как показывает жизнь Бориса, смог и сделал. Он является составителем и ответственным редактором книг «Шадринск. Военной поры» в двух томах. «Шадринск. Послевоенный». «Шадринское краевидение. Краткий библиографический словарь». «Шадринский государственный педагогический институт» с 1939 по 1999 годы. «Энциклопедический словарь русского детства» в двух томах. «Шадринская энциклопедия в двух томах». Им опубликовано более ста научных статей и монографий. А нашему телеканалу всегда были интересны и будут интересны люди, дела и поступки которых это настоящие события, характеризующие время. «Спасибо вашему каналу за вашу краеведческую важную деятельность, за то, что вы снимаете на пленку многие вещи, которые потом вообще просто исчезают, сносятся. За то, что записываете тех людей, которые несут какое-то знание. Желаю, чтобы этих людей еще позаписывали. Вот у нас еще Виктория Николаевна Ивлева есть, Плотникова. Надо сквозь их сопротивление как-то просто хотя бы их голос, их облик записать, их неповторимые воспоминания о каких-то элементах, их переписки, города, исследований. Вот. И это будет дополнительный такой архив, по нему можно историю. Но вы-то появились недавно, сколько уже ушло, к сожалению, не записанного, не заснятого. Вот. Но надо хотя бы с этого момента успевать все это записывать. Поэтому желаю успеха. Каналу, действуйте и побольше снимайте всяких вот таких людей и встанем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok